Цель сегодняшнего моего короткого сообщения – заострить Ваше внимание на результатах лечения больных немелкоклеточным раком лёгкого после самостоятельного химиолучевого лечения. Как правильно совершенно заметил Алексей Степанович, что это касается только той группы больных, у которых изначально не планировалось хирургическое лечение. И им была проведена лучевая химиотерапия, и уже потом они были оперированы в силу, так скажем, различных причин, на которых мы остановимся чуть позже. Эта категория больных наиболее подходит термин, так называемый salvage surgery, англоязычный термин, в переводе который означает спасительная операция у больных по поводу рецидива рака лёгкого после самостоятельного химиолучевого лечения или возникших вследствие этого лечения осложнений. У нас с 2008 по 2014 год было оперировано 14 больных после самостоятельного химиолучевого лечения. Возраст больных составил в среднем 52,6 года, преобладал плоскоклеточный рак. Обратите внимание на данные стадии до начала лечения, которые были изначально у этих больных. Вторая B, третья A и третья B стадия преобладала третья A стадия. Я хочу сразу сказать, что всего один больной из этих 14 с третьей B стадии было проведено полностью лечение у нас в институте, начиная от химиолучевого и последующей операции. Все остальные были лечены в других лечебных учреждениях и обратились к нам уже после завершения консервативного противопухолевого лечения. Функционально здесь представлено по данным УФВ-1. Также было оценено предполагаемое послеоперационное УФВ-1 у этих больных в зависимости от объема оперативного вмешательства. Средняя доза лучевой терапии составила 58 грей и варьировала от 45 до 70. Количество курсов полихимиотерапии в среднем составило около 4. Большинство больных были подвергнуты пневмоэнектомии, из них 5 правосторонние, и лишь только у одного больного удалось выполнить лобэнектомию после самостоятельного химиолучевого лечения. Осложнение основного заболевания и консервативного лечения в виде талектаза, абсцидирования, МПМ и кровохаркания отмечено более чем у половины больных. По функциональному состоянию ЭКОК-0 было у 3 больных, ЭКОК-1 у 10, и ЭКОК-2 у 1 больного. Время от окончания консервативного лечения до операции варьировало от 2 до 14 месяцев и в среднем составило полгода. В план обследования больных включали, помимо стандартных рутинных методик, бронхоскопию с эндобронхиальным или через пищеводным ультразвуковым исследованием с целью оценки распространения первичной опухоли на структуру средостения и оценки состояния внутригрудных и лимфатических узлов. Сцентрографию скелета выполняли, МРТ головного мозга считали обязательной морфологическую верификацию рецидива заболевания. В случае его возникновения позитронной эмиссионной томографии выполнена была третьей больных. После данных операций, после самостоятельного химио-лучевого лечения, частота послеоперационных осложнений оказалась достаточно высокой. Летальность составила 7%, умер один больной. Обратите внимание на структуру послеоперационных осложнений. Как вы видите, несостоятельность швов бронха развилась у двух больных, составила 14%, МПМ и плевры у трёх, пневмония, фибрилляция предсердия и далее нагноение послеоперационной раны, инфаркт миокарда и признаки сердечной недостаточности. Мы также разбили возникшие послеоперационные осложнения по классификации ТММ. Это одна из классификаций, которая в настоящее время широко используется в мировой литературе. При этом хочу обратить ваше внимание, что уровень частота тяжёлых осложнений, то есть это третий А уровень и выше, был диагностирован более чем у 70% больных. Таким образом, операции после самостоятельного химио-лучевого лечения, учитывая их объём и характер, общее состояние больных, сопутствующую конкурирующую патологию, сопровождаются достаточно высоким процентом осложнений, большая часть из которых, более 2-3, составляют тяжёлые послеоперационные осложнения, которые продлевают пребывание больных в стационаре и в целом удорожают их лечение и ведение послеоперационного периода. И буквально тут два коротких клинических примера. Больной 54-х лет, центральный рак левого лёгкого, клиническая стадия CT3, N2, M0, 3А, было проведено 6 курсов полихимиотерапии, лучевая терапия, в суммарной очаговой дозе 66 ГРЭЙ. Изначально ему было отказано по конкурирующей патологии, у неё был ИБС, синокардия, напряжение, ортокоронарное шунтирование, в 2012 году ему было выполнено. Заболевание было осложнено от электаза левого лёгкого, с абсцидированием ПИО-пневмоторакса. У него с такой компьютерно-томографической картинкой больной был к нам госпитализирован, у него было выполнено дренирование плевральной полости, практически санирована полость МПМ-а, в посеве была синегнойная палочка, больной также на воперационную подавался с дренажом, с явлениями хронической МПМ-а. Ему выполнена левосторонняя плевропневмоэнектомия. Обязательным компонентом, учитывая крайне высокий риск бронхолёгочных осложнений и высокую частоту неистоятельности бронха, считаем после самостоятельного химио-лучевого лечения и укрытия оккультий бронха перемещенными мышечными лоскутами. Чаще всего использовали у подавляющего большинства больных лоскуты широчайшие мышцы спины, реже межеберный лоскут. Здесь вы видите как раз формирование, стандартная методика и неизведение оккультия левого главного бронха. У этого больного при гистологическом исследовании опухоль обтурировала дистальный отдел левого главного бронха при микроскопическом исследовании. Лёгкое полностью было разрушено. В ткани лёгкого, несмотря на ранее проведённое лечение, определялась интеллектротивный рост плоскоклеточного рака с лечебным патоморфозом второй степени в парартальных, субартальных, бифуркационных лимфатических узлах без метастаза. Таким образом, стадия после операции, как YP, это 3N0,0,2B стадия. И ещё один пример. Это когда больной был полностью лечен уже в нашем институте. Периферический плоскоклеточный рак верхней доли правого лёгкого, T2N3M0 с метастазом надключичные лимфатические узлы справа. Третья B стадия морфологически верифицирована. Естественно, что изначально у него не планировалось хирургическое лечение. Проведено 6 курсов полихимиотерапии, лучевая терапия в суммарной очаговой дозе 66 ГРЭЙ. Через 4 месяца после завершения консервативного лечения был диагностирован рецидив в лёгочной ткани. Морфологически подтверждённый. В надключичных лимфатических узлах при тщательном обследовании пункции неизменённых и увеличенных лимфатических узлов опухоли не определялась. Тем не менее, была выполнена больному пневмоноктомия справа, и надключичная лимфодоноктомия. При морфологическом исследовании дан местный рецидив плевральной полости на грудной клетке подтверждён. На ключичных лимфоузлах удалённых данных имелись признаки лечебного патоморфоза. Признаков мистетического поражения ключичных лимфоузлов выявлено не было. Также культиобронха была укрыта мышечным лоскутом и широчайшей мышцей спины. Хочу обратить ваше внимание, если вы помните, на одном из первых слайдов застряло внимание на стадию заболевания, которая была до операции. И вот что мы получили при планном морфологическом исследовании после рестадирования, изучения удалённого макропрепарата. Первая B стадия, то есть это 2,0,0, диагностирована у двух больных. Вторая A у одного больного. Вторая B у пяти больных. Третья A у четырёх. И третья B у двух больных. Это говорит о качестве предоперационного стадирования рака лёгкого. Поскольку большинство процессов было центральным раком лёгкого, отсутствие морфологического подтверждения состояния внутригрудных лимфатических узлов на дооперационном этапе существенно может изменить лечебную тактику. И отсюда становится понятно, что где-то половине этих больных на первом этапе было показано проведение оперативного вмешательства с последующим адъювантным лечением. И лишь только вот этой группе больных с третьей A можно было планировать неадъювантную химиотерапию. И лишь больные с третьей B стадии изначально не могли рассматриваться кандидатами для хирургического лечения. И здесь показана выживаемость. В графике общей безрецидивной выживаемости медиана общей выживаемости составила 35 месяцев, медиана безрецидивной выживаемости 28 месяцев. Это хороший показатель, они вполне объяснимы данными предыдущей таблицы, поскольку рестадирование произошло в сторону большинства больных, в сторону уменьшения стадии заболевания. Здесь я хотел привести данные литературы по непосредственным отдаленным результатам больных, которые подвергались хирургическому лечению после самостоятельного химио-лучевого лечения. В целом публикаций этих очень мало, поскольку операции эти в целом редкие, поскольку действительно риск послеоперационных осложнений у этих больных очень высок. Но здесь вот есть сносочка под звёздочкой, данная серфоля, которая как бы очень большая группа больных, но это касается отдельно группы больных, которым проводили в плане комбинированного лечения неодювантную лучевую терапию. Я просто специально заострил внимание и привёл эти данные о том, что после 60-ти грей лучевой терапии операции можно выполнять относительно, так скажем, безопасно, с 37% осложнений и 2,5% летальных исходов. А в целом же, конечно, количество наблюдений у больных, которые оперировали после самостоятельного химио-лучевого лечения, оно невелико. И при этом трёхлетняя выживаемость, она, конечно, не очень высокая, но, тем не менее, для этой стадии заболевания эта категория больных вполне приемлема. В настоящее время, конечно, нет каких-то чётких строгих критериев, указывающих на 100% необходимость выполнения операции в случае возникновения рецидива после самостоятельного химио-лучевого лечения, но, тем не менее, на нашем небольшом клиническом материале, который мы накопили за последние 6 лет, можно сделать, пожалуй, что два основных. Это операции по поводу рецидива рака лёгкого после самостоятельного химио-лучевого лечения относятся к вмешательствам повышенного риска, однако позволяют ликвидировать жизнеугрожающее осложнение проведённого ранее лечения. И у больных после самостоятельного химио-лучевого лечения хирургию необходимо рассматривать лишь в плане индивидуальной лечебной тактики. Благодарю за внимание. Спасибо. Олег Владимирович, вопросы, пожалуйста. Микрофон. Евгений Лавин. А, там, кто-то там дальше. Спасибо за прекрасный доклад. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что энстодирование необходимо выполнять именно с помощью гистологической верификации? Там УЗИ-ФБС или медициноскопия из вашего доклада. Вот такой вывод можно сделать? Нет, мы энстодирование выполняем различными способами, но чаще всего при эндоскопическом исследовании мы получаем материалы для цитологического исследования. А медициноскопию, когда выполняем, там, естественно, уже гистологическое исследование. Поэтому принципиальных возражений в плане, каким способом получить верификацию из лимфатических узлов путем тонкоигольной пункции через стеночку пищевода или через стенку бронха или получить это путем медициноскопии, нет. Самое главное установить стадию до оперативного вмешательства. Олег Валентинович, спасибо большое за прекрасный доклад, честный доклад. И мне хочется задать вопрос. Скажите, пожалуйста, если мы говорим о плановой индукционной химиолучевой терапии, не селэксюджере, да, а плановой индукционной химиолучевой терапии, вот всё-таки ваше мнение и алгоритм, которым бы вы предложили лечить пациентов по такой методике, если индукционная химиолучевая терапия? Спасибо за вопрос. У нас собственного опыта индукционной химиолучевой терапии нет. У нас реализуется протокол по неодювантной химиотерапии. Поэтому чисто такое мнение хирурга, которому приходится сталкиваться с больными леченными после лучевой терапии, технические проблемы все-таки существуют. Они очень большие, особенно если касается высоких доз лучевой терапии, 60 грей и выше. Поэтому, честно говоря, у нас в клинике нет большого желания включать в индукционную химиотерапию компонент лучевой. Поэтому мы все-таки останавливаемся на стандартах лечения больных с третьей астадии в виде неодювантной химиотерапии. Очень интересные данные, Олег Валентинович. У меня такой вопрос. Не обратили ли Вы внимания, влияет ли острый гнойный процесс, в частности МПМ, на отдаленные результаты у таких больных? Спасибо за вопрос. В литературе имеются разноречивые данные о влиянии гнойного процесса на выживаемость больных с распространенным злокачественными опухолями. Мы такой анализ не проводили, поскольку таких больных очень немного, и даже субъективного мнения сказать невозможно. Больших операций жили по несколько лет без прогрессирования. Поэтому вряд ли здесь можно провести статистические анализы, дать какую-то научную оценку этому явлению. Можно я все-таки еще раз задам вопрос? Олег Валентинович, скажите, пожалуйста, сейчас мы уже имеем возможность о предиктивных факторах чувствительности к химиотерапии, цисплатин базовая. У нас есть уже какое-то представление о чувствительности к лучевой терапии. Вот скажите, пожалуйста, и мы будем докладывать 20 или 40 случаев, каждый, сколько у кого есть опыт, может уже созрела необходимость объединить общие усилия и выполнить рандомизированное исследование индукционной химиолучевой или химиотерапии. Может быть, три рукава, просто операция, индукционная химиотерапия, индукционная химиолучевая терапия с учетом, может быть, уже тех известных критериев, которые нам позволят спрогнозировать ответ на химиолучевую или химиотерапию. Нет, ну это предложение всегда заманчивое, самое главное состыковать учреждения, которые выполняли бы одинаковую программу обследования, одинаковый объем операций, протокол. А так, в принципе, это было бы, конечно, очень интересно, поскольку данные трех-четырех учреждений, они, естественно, по своей статистической значимости и по критериям научным, они, естественно, будут более обоснованы, чем данные из одного учреждения. Я хочу подчеркнуть вот такой скромный и объективный ответ Олега Валентиновича, а ведь он должен знать, что Институт Герцена, это тогда в Советское время, он был пионером организации таких рандомизированных, в том числе исследований. И в вашем институте, опять же, Александр Харитонович, он как раз представил в своей докторской первый опыт одиабантный, в том числе и химиотерапии. Поэтому вы уж не скромничаете, у вас есть этот опыт, и вы в состоянии поддержать вот эту идею, высказанную Евгению Валентиновичу. Это, кстати, я почему об этом говорю, ну, дело все в том, что после меня на это навеяло выступление Андрея Леонидовича. Мне кажется, фотодинамическая терапия, она требует объективной оценки. Вы, как бы ваш опыт, как бы изменил ваше понимание, подход. Не думается, вот эти данные, которые есть, они еще не дают основания считать этот метод лечения таким, ну, действительно. И вот в этом отношении, при наличии, как бы, известных, что это может входить в высокотехнологические методы лечения, это можно объединить целый ряд учреждений онкологического профиля с тем, чтобы по единой методике, с четкими критериями оценки предоперационной степени распространения, морфологической верификации, о которой говорил и Владимир Григорьевич, чтобы это было объективное исследование, потому что пока у нас только мнение, впечатление, но объективных доказательств от реального влияния фотодинамической терапии, в том числе и химиотерапии, у нас пока нет. И вот в этом отношении, у меня даже тоже было записано то, что сказал Евгений Ильич, пора, наверное, и в России объединить усилия, это нетрудно, при наличии желания, а оно есть, я думаю, при таких контактах мы можем сегодня и где-то и в решении нашего записать для дальнейшей оценки, чтобы это не было впечатлением отдельных центров, институтов, чтобы было единое мнение нашей державы, скажем так. Спасибо.